Ну что ж, Ксения, я не буду представлять, вы сами все представите, на самом деле такая вот, я не знаю, кто-нибудь, если кто-то знает еще таких вот программ и попыток составить что-то такое системное, то расскажите об этом. Но это вот очень хорошо, что Ксения, она как раз занимается вот этой, как кажется, наиболее сложной частью преподавания китайского языка, вот, и как раз именно пытается подходить к этому системному. Она любезно согласилась нам все это рассказать и представить. Ей слово. Добрый вечер, спасибо большое, что заставили такую возможность, и хочу сегодня вам рассказать о пособии, которое, в общем-то, было, которое создавало на основе своего собственного опыта преподавания дошкольникам китайский язык и культура Китая в течение шести лет. Я преподавала, и Тарас Викторович выступил в качестве рецензента этого пособия, так что еще раз хочу поблагодарить за это. И, в принципе, изначально, когда я пришла работать в детский сад, у меня уже была своя собственная программа, то есть с самого начала я начала работать по своей авторской программе. Но, конечно, в процессе работы она уже так расширялась, уточнялась и изменялась, и от изначального варианта, в общем-то, мало что уже осталось. Ну, то есть, и мог быть общая такая какая-то идея, концепция. И, в принципе, вот как здесь видно из названия, это обучение и китайскому языку, и культуре Китая. Причем вот это в процессе обучения было представлено как-то, то есть примерно вот в одинаковом соотношении. То есть и китайский язык, и культура Китая, они были вот так на равных. И, в принципе, вот здесь сам язык изучался сквозь призму культуры. То есть мне кажется, это очень важно, чтобы у дошкольников сразу было такое вот как бы целостное впечатление, чтобы они сразу погружались в среду и сразу как бы чувствовали вот эту саму страну. И я, в общем-то, об этом расскажу подробнее, о том, какие темы мы с ними осматривали. Вот здесь представлено содержание программы. В принципе, конечно, о каждом из этих разделов можно рассказывать достаточно долго и подробно. Такая, в общем-то, выжимка как бы всего вот моего опыта, поставленная в этом пособии. То есть, например, если взять, скажем, ритуалы начала и окончания занятия. То есть сначала, когда в начале моего обучения я как-то не придавала этому особого значения. То есть, в принципе, то есть здоровые дети, и как-то мы переходили как-то сразу в дело. Я потом поняла, что, в общем-то, дошкольникам как бы им нужно обязательно вот это перестроиться, новую деятельность. Они пришли, кто-то пришел после игры с своими другими детьми, кто-то пришел после бассейна, кто-то пришел после физкультуры. И то есть у них совершенно другое состояние, настроение. Поэтому очень важно вот их ввести в это, то есть настроить их на новый вид деятельности. И также ритуалы окончания занятий. Тоже детей нужно настроить, что вот сейчас уже, знаете, заканчивается, и переходим уже вот к новому. То есть вот это было очень важно понять. Правила поведения, тоже о них здесь написано вкратце, что, в принципе, на начальном этапе мы, как бы эти правила тоже как-то, во-первых, мы их все вместе обговариваем, чтобы дети знали, как им нужно себя вести правильные занятия, чтобы они не перебивали друг друга, потому что это очень часто встречается в детской среде. И потом постепенно эти правила уже можно вводить и на китайском языке, и повторять с ними какие-то простые там, ну там, например, хин лао, ши да хуа, то есть это как бы, в принципе, если, например, дети отвлекаются, то можно, то есть какие-то карточки тоже им давать, чтобы они понимали, что, как правильно себя вести. И целью программы, ну, во-первых, конечно, прежде всего это пробуждение у дошкольников интереса к китайскому языку и культуре Китая, потому что дошкольники занимаются только тем, что им по-настоящему интересно, что вызывает у них эмоциональный отклик, и они не будут никогда заниматься чем-то, что просто если им сказали родители, что это нужно и важно, конечно, они могут какое-то время, но, в принципе, важно, конечно, их увлечь, и чтобы у них осталась мотивация, чтобы им хотелось дальше продолжать этим заниматься. Развитие способностей лингвистических детей с средством китайского языка. Почему вот сейчас именно дошкольном возрасте там вот активно начинают изучать иностранные языки? Потому что этот период считается таким сензитивным для развития, коммуникативного развития, для чего развитие детей, и говорится о такой пластичности артикуляционного аппарата ребенка, о том, что, в общем-то, здесь как раз и большие, и богатые возможности развития памяти, и мышления, и, в принципе, конечно, в основном в детском садах изучается английский язык, но и китайский язык тоже набирает потихоньку популярность. И, конечно, формирование представлений о национально-культурном своеобразии Китая, то есть это, как раз, культурореческая направленность обучения. Может, здесь как-то у меня должны были последовательности, на них все выходить, но все сразу появились. В общем, прогнозируемый результат. К концу года дошкольники владеют базовыми коммуникативными плечевыми навыками, которые необходимы для общения на китайском языке в объеме пройденной тематики. И, конечно, здесь эта программа предстоит рассчитана на два года. Здесь она развивается уже первый год и второй год обучения. Это рассчитано на два года, если занятие проходит два раза в неделю. Длительность обычно 20-25 минут, зависимости от возраста детей. То есть здесь, в принципе, ну, 30 это максимум, но как бы это редко, все-таки 25 минут. И, конечно, у меня были группы, когда, в принципе, не было возможности вести два раза в неделю, тогда всего один раз, и, соответственно, программа, не было возможности раздавать ее целиком, но хотя бы частично. И дошкольники также вдевают в пленную как бы объемом таких сценаристических представлений. Естественно, у дошкольников закладывается база для дальнейшего изучения китайского языка в школе, и, если они захотят, и как бы углубление високультурных знаний в дальнейшем. В общем-то, здесь, когда... Здесь вот планирование в пособии представлено по полтора месяца, то есть обычно полтора-два месяца. То есть, вот, например, сентябрь, середина октября, то есть делится на две части, да, вот здесь вот, как бы, вот эти таблицы, да, то есть это странноведение, первая часть, и энергетическое развитие, то есть основные слова, основные выражения и песни, которые в этот период можно здесь как раз пройти. И, конечно, как я уже говорила, очень важно, очень важная стадающая часть этой программы – это постановка произношения. То есть, в принципе, для детей это такая тоже, как игра. То есть, в принципе, когда игры такими с тоннами, могут быть очень разнообразными. И, в принципе, вот какие слова детей так вдохновляют, когда вот именно слова, например, такие простые, но они различаются именно тоннами. То есть, например, шу-шу, да, вот, в общем, раз, книга и дерево, и они просто вот это с таким удовольствием об этом вот. Просто там, когда вы увидите, там были вот такие два брата в близнецах, и мама рассказывает, что они приходят домой, и даже вот дома вот друг с другом играют, и один говорит шу-шу, другой шу. И вот можно какие-то делать такие задания, например, говорить ребенку, например, мама сидит под раскидистом, и ребенок вставляет шу, да, на чем она дает, например. Мама читает интересную шу-шу. Дети вот понимали разницу, что очень важно на этом этапе, чтобы они понимали, что, в общем, есть четыре тона китайского языка, что даже другие слова, например, мао и мао, да, вот это все. И вот здесь есть в этом пособии такая цветная вклейка в центре, и вот одно из изображений, это вот здесь вот справа, это как раз-то четыре тона китайского языка, то есть вот, как вот детям легко описать, в виде вот такой полета птицы, да, вот, там, как раз показывать рукой, и они представляют себе, как птица сначала летит высоко-высоко, потом она снизу вверх, потом... То есть эти образные мышления, им важно вот это, они как раз любят уже показать, представляют себе, То есть можно взять на рукой, показывать, и как-то сначала повторяют, там вот фэй, можно, а слева, вот как вы думаете, что вот, почему здесь слева такой вот у меня тут, вообще-то и вот петух вообще вот какой-то, кто догадался? Да, 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 мне дети сказали недавно, что Китай по своей форме похож на петуха. Да, совершенно верно, вот, поэтому, когда дети очень любят карты, вот они, конечно, не очень понимают, что это, как бы, такое, ну так, в принципе, но им очень нравится карта. Круто. И чтобы они научились находить в Китае, да, вот, им... Да, 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 им вот, им нужно... То есть, как говорили, видите, петуха начинает вот по форме, мы смотрим, вот здесь вот его гребешок, вот тут там вот его, это самое, вот, ножки. В общем, это им нравится, так да, находиться. Китай, потому что они любят ещё игры с флагами тоже, они это очень хорошо запомнят, вот дети вот, просто, вот, флаги разные, славные, прям шикарные, просто прям, все, все запомнили, то есть они это очень любят, и вот, поэтому, да, как раз, и вот здесь одно из... Вот я просто скажу потом, но сейчас сразу, пока вот уже помню об этом, что здесь есть сценарий номеров для утренников, и как раз один из таких номеров, это были вот загадки на фонарях, это одна из загадок, как раз там вот про петухаж, значит, про карту Китая, точнее, что петушок бежал, бежал, на бумагу вдруг попал, появились в нём тогда реки, горы, города. Вот, значит, это дети, родителям загадывают эту загадку, вот, это я, собственно, собственное сочинение здесь, это просто, что детям было... Собственное сочинение загадка, да? Да, но здесь, на самом деле, вот, как раз все утренники, которые у меня получались в стихах, это было, собственно, творчество, которое у меня вот так вот... Вот такое озарение находило, там, например, тоже про карту Китая, про Великую Китайскую стену, то есть дети очень любят, они просто очень любят рифмы. То есть, например, Китайскую стену, как длинный дракон, она много веков страну защищала страшных врагов. Дети это вспоминают, и они потом с удовольствием, они родителям это рассказывают, и так они тоже, и культуру тоже китайцы, они это будут помнить. И, в принципе, как бы рифмы и китайские тоже, когда вот мы учились с ними какие-то небольшие стихи, тоже они очень чувствуют эти рифмы, то есть они могут забыть какие-то отдельные слова после лета, а вот их творение помнят, например. То есть вот этот стишок они помнят, и какую-то песенку они помнят. Конечно, вопрос от того, что после лета, да, дети часто очень много всего забывают, и нужно с ними все это повторять заново, но... Но, с другой стороны, что-то они помнят, и, в принципе, если ребенок уже проходил в течение года, то, конечно, тогда уже будет проще ему все это вспомнить. Другое дело, что взялся у тебя преподаватель, как он за предыдущий год с детьми, что он с ними прошел, по сентябрю, то есть посторонним, если придет, он есть ничего не помнит, что вы с ними проходили спрашиваете. Поэтому, в принципе, я сначала уже все повторил с детьми, и дальше потом уже, пожалуйста, дети уже вспоминают. Ну, в общем, конечно, в этом возрасте, что важно, это чтобы все было через игру. Игра считается ведущей деятельностью дошкольного возраста, и, то есть, дети, когда играют друг с другом, то они как раз в процессе игры, они вот начинают, как раз они раскрываются, они как бы какой-то... У них, в принципе, нет такого, как бы, в принципе, языкового барьера, да, вот... Ну, обычно все-таки у них как-то больше играет роль, например, как-то просто стеснительные, там, еще какие-то другие факторы, а через игру они как-то больше сразу вот раскрываются, и как-то им проще бывает вот именно взаимодействовать и с другими детьми, и усвоить что-то новое, то есть... Хотя, конечно, сейчас многих детей нужно, наоборот, их нужно как бы не активизировать, а их нужно так вот немножко успокаивать, потому что здесь бывает, что они как раз избыточно расторможены, но все равно как раз в процессе вот игры, когда такая организованная деятельность, то как раз есть возможность детей увлечь чем-то, чтобы они не просто себя как-то непонятно как вели, да, чтобы они именно вот как раз были увлечены игрой. И одни из главных игр, это, конечно, игры с карточками. И здесь, вот здесь вот многочисленных, возможно, нужно было бы немножко выключить, даже не знаю, вот это, чтобы было лучше видно. Так видно, в принципе, что там уже с женой, да, целая? О, вот это лучше. Да, вот это светлый дом. Вот такой вот этот... Нет, вот этот... Да. Вот так вот, да. Вот, и здесь, в принципе, дети очень любили вот такие вот карточки, вот это у меня прямо... У меня было много разных карточек. И в том числе и карточки такие с, как бы, с фотографиями животных, например, да, то есть, ну, больше всего, не знаю, почему вот дети вот просто они вот обожают вот эти вот нарисованы, вот эту маленькую коробочку, которая у меня уже просто взяла такой потрёп, вот они в этом возрасте дети, в принципе, очень любят животных, да. То есть, когда... То есть, лучше всего, и быстрее всего они запоминают именно в разных животных. Вот эти детишки, вот эта карточка, вот эта. Какие есть игры? Ну, в принципе, здесь как раз тоже в этом пособие достаточно много игр представлены, то есть, какие-то из них я дорабатывала, из тех, какие встречала какие-то... Несколько есть игр, которые сама, собственно, разработала, но в основном какие-то эти игры, которые адаптированы уже для дошкольников, то есть, во-первых, какая вот здесь вот игра, да, вот, например, рассказываем как раз животных, например, а вот, дети пока называют, да, если на тот же проход, там, Мао, Гоу, Ши Цзе, там, то есть, Мао... Вот очень рассказываем, Тху Цзе, вот они... У Гуэй, вот они вот это вот просто очень любят, просто их любимые карточки, вот. Я даже потом... Чтобы эти карточки не испортились, я их обклеила вот таким клейкой лентой, вот. Потому что они просто... Они просто даже вот... Вот так, прям, положи, просто схватить вот какую-то бронку с нас, потом эти карточки нравятся, потом дальше, дети закрывают глаза тоже под команду, дальше начинают закрывать глаза, потом дальше говоришь, да, Кай Ян Цзин, да, они открывают глаза, а я, в первое время, какую-то карточку, то, что ты еще карточку убираешь, да, и спрашиваешь, что Мэй Йо Шэм Ма, это Мэй Йо Шэй, и они должны отвечать, да, вот. Мэй Йо, и говорят, да, вот, если это... Если это... Это могут быть, там... Это могут быть животные, могут быть еще, например, они говорят, что Мэй Йо Пин Гуо, и дальше, например, ребенок сам может уже, тот, кто угадал, да, он может сам уже... Останно, если дети закрывают глаза и убирают карточку тот, кто угадал. Тоже очень любит сами убирать, то есть выступает тоже в такую роль от учителя, да, сами убирать. Но, конечно, если такая группа более вот таких активных, то их не всегда нужно подпускать к карточкам, то есть они, значит, будут их мять, убирать, то есть это тоже нужно, да, это тоже нужно следить. Карточки, конечно, могут быть и большими, то есть вот здесь, например, я сама сделала такие карточки, то есть можно распечатывать, и такие вот большие, да, вот, такие вот такие, и вот дальше вот они издалека, то есть это тоже можно повесить, вот на доске там не видно, но здесь вот так вот есть небольшой, например, тоже погода, например, да, то есть разные, вот здесь вот как раз нашла фотографию, не так, конечно, много фотографий, к сожалению, хотелось бы больше, чтобы у них было, но какие есть, есть, вот, вот тоже, опять же, здесь еще сразу хочу обратить внимание на оформление кабинета. В принципе, конечно, очень важно, чтобы дети проходили китайский язык, именно в таком кабинете, который их настраивает на обучение, то есть атмосфера, да, и вот эти вот сами кресла, этот вот столик, да, вот эти вот там панды, мы обязательно с ними всегда поговорили сначала, то есть мы должны были посмотреть, что есть в этом кабинете, об этих всех предметах, мы с ними разговаривали, и чтобы они понимали, вот эти флаги стоят разных стран, и тогда, в общем-то, сразу такая вот у них складывается средство черт-ма-света, вот здесь вот еще вот сейчас тоже, да, вот несколько раз, так что из бодихаун, здесь вот снят, да. Там и английский тоже, да. Ну, как бы английская часть, вот она вот в этой стороне, то есть в этой стороне, то есть вот эта часть вся Китая, здесь была английская, но в данном случае вот эта вот, эта часть вся Китая. А, Ксения, можно вопрос спросить? А у вас есть только маленькая, вы как-то по частям, что ли, проводились? В принципе, поскольку кабинет сам небольшой, кабинет сам небольшой, то, конечно, здесь в принципе оптимально, чтобы было не больше восьми человек. Могу более восьми человек. Да, да, вот семь-восемь, конечно, такое-то опять, то есть, в принципе, конечно, бывало, то есть когда у нас были репетиции, я потом перейду к новогодним утренникам, когда репетиции, то тогда уже иногда нужно было уже заниматься вот в группах уже, то есть там все вместе собираться, а так, в принципе, да, вот такие вот, то есть вот за столиком вот мы тут с ними занимались, в общем, вот тут у нас вот веер, в общем, там все, тут фонарики сверху, так и все, чтобы все их настраивало, да, такое вот общение в китайском языке. И разучив мне песен тоже, в общем, тут, когда разучиваешь с ними песни, ну, совершенно такие, в общем-то так, да, и так, вот. Здесь, конечно, когда кто-то снимает, конечно, дети уже чувствуют себя не так свободно, то есть это не передает полностью атмосферу, и я тоже не очень чувствую себя свободно, но, в принципе, вот здесь то, что показалось, мы эту песню разучиваем, что вот мы с ними показываем, значит, сначала мы ищем этого друга, там, Джао, да, или там ищем, потом находим, в общем, обязательно с жестами, и как раз, когда мы разучим какие-то песни, то здесь это может быть и на физкульт-минутках разучивание песен, то есть это как раз такой очень хороший способ и заодно и потренировать и китайский язык, и вот как раз и как-то размяться, то есть у меня есть сейчас небольшой такой вот, это сейчас в принципе, я не знаю, стоит ли я показывать, наверное, все знают эту песню, просто мне нужно ли это выйти из презентации, здесь звука просто нету. Известно, мы сами споемся. Да, где мои друзья? Я могу потом показать, в принципе, здесь потом. А здесь, вот это вот, мы здесь, это я сама снимала детей, сама, поэтому, что-то здесь такое будет, и песня, как-то, тяо-йоу, то есть загородная прогулка, и дети должны шоу на шоу, да, держать за руки, они должны ходить, и здесь, в общем, дети даже сами такое придумали от нас, что они как-бы вот мимо этих кресел, они шли вот такой вот змейкой, вместо того, чтобы идти вот туда-сюда, им самим захотеть, потому что у меня пришлось там стульчик подбирать, чтобы увидеть там небольшой, что расстояние, чтобы они могли там пройти, и, в общем-то, они здесь идут, и поют эту песенку, так вот спокойно, так вот иногда бывало даже, так что, и, в общем, здесь вот, сейчас здесь, извините, дети, здесь, то есть здесь не так много здесь человек, но, в общем, вот. Ну вот, это наша пескультская русская, когда они поют вексику заодно, «Доу-доу-доу-доу» «Моя-доу-доу» «Моя-доу» «Моя-доу» «Доу-доу-доу» «Этот шум-клитун будет такой, то есть вот так уже найдет, вот так уже взялся, ну вот, это, значит, песенки, еще относительно «Бискульт-минуток», хорошая такая есть игра, которую дети тоже очень любят, И её можно использовать, в принципе, если, например, внимание как-то рассеялось, там, вот, у первого числа говорит, что цинг зо, все садятся, а потом цинг цили, все встают, а потом опять цинг зо, а потом цинг цили, а потом цинг цили, и они должны остаться на местах, то есть это внимание, да, им нужно помнить, что им... или два раза цинг зо, я просто не знаю почему, но, в общем, дети это просто обожают, эту игру, это у них... Потом можно усложнять это, то есть, можно какие-то ещё добавлять, там дальше, Ё-йон, потом, например, фэй, они тоже показывают, то есть, можно, чтобы они показывали каких-то животных, например, тхудзе, они должны скакать, как тхудзе, то есть, дальше, если, например, достаточно высокий уровень, да, то может быть, какого-то ребёнка пригласить, он выйдет перед семьей, и он проведёт такую зарядочку небольшую, то есть будет всем тогда говорить, что им делать там цинг цо, в принципе, здесь можно добавлять, то есть, например, они должны что-то делать, только если учитель сказал тинг, а без этого они уже не должны ничего делать, если он сказал тинг, да, садитесь, я если не сказал, тогда бьет цо, вы должны стоять, не надо садиться. Или можно бьет цинг, джэн, ци ла, это уже можно сказать, разные эксперты. Дальше ещё, значит, здесь представлено в пособии конспекты занятий, ну, конечно, здесь пособия по объёму ограничена, то здесь конспекты, конечно, не всех занятий, а здесь занятий первого года обучения, здесь занятий второго года обучения, но это очень подробные представленные конспекты, то есть, буквально, то есть, что сказал учитель, примерные ответы учеников, то есть, просто, как бы, по шагам, все занятия здесь расписано, и именно по темам, то есть, например, китайский календарь, лунный заяц, вот, кстати, вот этот один из любимых мифов детей, о том, как Пань Глуп сотворил мир. Вот они сразу запоминают, что появилось из его правого глаза, во что превратился его левый глаз, во что его волос, то есть, они это обожают, то есть, я не знаю, то есть, как бы, казалось, мог быть такая немножко шутковатая, да, но, не знаю, но дети, им это очень нравится, и они легче запоминают слова, там, Янди, там, Тай Янг, да, им, как бы, они это очень любят, вот этот миф, они прямо, у меня тоже есть небольшой мультфильм, они когда смотрят этот о том, как Пань Глуп сотворил мир, и они просят потом ещё раз это показать, ещё раз его показать. Праздник обливания водой, это праздник, который отмечается в Сишанбана, я просто сама в нем принимала участие, поэтому я, когда была в Китае, поэтому такой очень весёлый праздник, который, и, конечно, когда что-то вот речь идёт о воде, то дети сразу, когда нужно друг друга обливать водой, они просто в таком восторге, даже, несмотря на это, сразу всем захотелось в Китай, просто, на момент, да, они посмотрели, так что, да, вот праздник обливания водой, и там все вместе кричат, вот, на этом празднике, оказывается, шесть раз повторяют шуэй, 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 шуэй. Дети тоже очень хорошо запоминают этот ритм, то есть, они сразу запоминают слово шуэй, то есть, у них всё сразу. Так что, конспекты занятий, и вот какие темы, да, вот здесь, там, дракон и феникс, 12 животных китайского календаря, кстати, вот здесь тоже одни из карточек, которые вот я тоже здесь сама делала, для детей, это вот тоже, например, 12 животных китайского календаря, то есть, чтобы детям тоже было легче запомнить, или последовательность, то здесь, в принципе, потому что запомнить последовательность, у нас там есть целая сценка 12 животных китайского календаря в этом пособии, и я немножко там потом покажу вот её. Вот такие вот карточки можно ещё делать, да, то есть, здесь вот, связанные с культурой, да, вот это малая панда, большая панчайная церемония, то есть, в принципе, карточек можно делать очень много, и тоже с ними всякие вот игры проводить, чтобы дети помнили пекинская опера, а вот это хочу особенно рассказать, это вот тема, легенда о поэте Ци Юанье, ну, наверное, не знаю, все ли знают или нет, это как раз легенда, кто связан с праздником драконьих лодок, и, в общем, достаточно такая трагическая история, то есть, это поэт Ци Юань, который был патриотом, да, вот, своей родиной, он тогда к своему княжеству чу, и вот, когда он как раз бросился в реку, он не выдержал, да, позора своего княжества, и, в общем, такая очень грустная история, как люди как раз бросились его искать, и плыли на вот этих налодках, и бросали туда вот цунцы, да, чтобы рыбы не съели тело поэта, и я детям, в общем, рассказала эту историю, ну, конечно, не так, как, ну, я подробно так, то есть, вот, со всеми картинками, там, все вот, все рассказала, так вот, и стихи, из небольшого стихотворения даже его прочла, в общем, все рассказала, и, в общем, на следующем занятии, то есть, занятие было в понедельник, в общем, в среду, приходит один пальчик и говорит, знаете, Ксения Владимировна, мне рассказывать нам больше таких грустных историй, я просто даже спать, вот, не мог заснуть, я думаю, надо же, вообще, что это, вот, с ребенком, шесть, там, шесть, я думаю, что вообще я делаю вообще, рассказала, такие стоили, ну, olha, действительно, вообще не стоят, это как-то, прямо, думаю, не по возрасту, совершенно, а потом, на следующем занятии, он приходит, и у нас была уже другая тема, он говорит, Сергей Владимировна, расскажите о поэте, и вот потом, да, потом, да, еще на следующем занятии, там, приходит, там, пришел ребенок, который болел, не было-то там, он говорит, а вот его не было, а вы расскажите ему о поэте, и вот до конца года, вот, настолько его это заворожило, То есть он просто вот такой бывает, я думаю, надо же вот, то есть вот такой вот отклик его, его душе, его сердце, эта вот история, и в принципе вот этот мачех, он как раз вот так как-то проникся, и вот после этого, естественно, как-то очень проникся на китайский язык, китайская культура, к нам был открыт урок, он своих родителей позвал, они все записывали меня на видео, значит, как-то что проходил, так старался, там все показывал, все карточки, там все угадывал, прямо такой весь был, то есть вот через это ребенок пришел к такой более такому глубокому отношению. к китайскому языку и культуре. И китайский Новый год, конечно, тоже всегда подробно о нем говорим, и очень много есть праздников, и опять же тоже лексика, которую можно проходить обширно, да, вот разные с китайским Новым годом, и в принципе здесь очень много всего можно, и праздник фонарей, чайная церемония, вот здесь как раз утренники, да, сценарий вот этого пособия, есть тоже сценарий номеров для утренников, это все мои собственные авторские разработки. Здесь вот представлена как раз вот эта сценка про репку, потому что видите, запомнили, видите, запомнили, как, то есть последовательность, так, последовательность животных китайского календаря, как раз и запомнить этих животных, я вот придумала вот им такую, ну я не буду все раскрывать, все карты, поскольку кто захочет, все-таки он купит, а так, в принципе, здесь как бы идея такая, что им нужно, чтобы вытянуть репку, им нужно стать в правильном порядке этим животным. Сначала стать в неправильном порядке, и дальше, в общем, потом, дети должны стать в правильном порядке, дальше, например, первый Лао Шу идет, за ней трудяга Нил, третьим смелый Лао Ху, за ним, в принципе, бежит Тхудзе на лужок. В общем, это дети, то есть, конечно, на утреннике, естественно, здесь не может быть все целиком на китайском языке, и эти дети тоже не могут все целиком на китайском языке, родители не поймут, то есть, как бы, в принципе, здесь должно быть и то, и другое. Поэтому вот здесь вот делали такие ободочки, там у них сверху не очень видно, да, но в принципе, у них ободочки такие с животным, которые он играет. Кто-то играл там Лао Шу как раз, и он, значит, кто-то играл Лонг, там красавец Лонг выходит пятым, и вот мальчик, который играл, он вот так нажал, что он красавец Лонг выходит пятым, то есть, в общем, они остались тоже. И потом, после этого мы с ним поем песенку, там, вот, я тут играю, вот, я тут тоже, у меня тут тоже есть свою роль, так что это один номер. Другой номер тоже, вот, это у нас, это сценка, это сценка как раз это на праздник середины, праздник середины осени, вот это как раз Чане, который в одной стене лонгу, там тоже есть сценарий. Здесь тоже небольшой, просто без звука, я сейчас, наверное, сразу-таки покажу немножко из утренника, так вот, да, один из утренников, у нас был такой, здесь предаватель, музыкальный руководитель помог поставить номер, китайский номер с вейерами, девочки это называли сначала с вейерами, а потом теперь вместе песенку, так что, в общем, такая кооперация тоже с музыкальным руководителем очень помогает. И вот там, в саду, вот такие есть китайские костюмчики, такие вот у детей, так что все возможности того, чтобы создать настроение. Вот, здесь не пошло, это заканчивается танец, я сиди целиком, не буду показывать. Так что кажется, что это просто, вот с детьми это все сделать, это удобно, это так, сам, даже какие-то простые вещи, им тоже невегко. Да, статуя в суп-репетиции, вот родители сидят, смотрят, сейчас будем петь песенку. Песенка про Яйду в детский сад. Военно,ıt смотрят, Song of the Queen в детский сад. Нет, Bayou Time в детский сад. Разница говорит из prepare llamуда Young Sheya Had growen. Вот решили хотеть, но они друг другу показывают, что хоть какие-то были движения, чтобы не все мне там. 等 решение будет друг другу. Вау Ши Цао. Вау Ши Цао. Ну вот. Так что это вот пример нашего выступления. Субтитры. Тепя, чай, чай. Субтитры, чай. Вот, кстати, по поводу еще игр с карточками. В принципе, здесь можно играть не только с отдельными какими-то словами, но могут быть еще игры с какими-то небольшими выражениями. Вот, например, такие вот есть карточки. Здесь, например, написано И мы тоже раскатываем, или это И вот дальше рассказывается карточка. Во-первых, тоже, опять же, можно убирать, и дальше они должны угадывать. Но еще вот такая смотморда предложить им сочинить какую-то историю. Они сами вот подумывают. То есть, например, проснулся рано. Опять же, это получается русско-китайский. Обычно, получается, сказал ЗАО ШАН ХАО. Значит, я позвонил, мне там друг ВЕЙ. НИХАО. Значит, мы пришли, потом еще пришел, начальник разбил вазу, сказал, ДОБУТИ. Которые, соответственно, ему МЕИ КУАНСИ. Дальше вообще, что происходит? Дети придумывают разные истории. Можно сюда еще ввести ШИДзе. Это может быть, ШИДзе кому-то можно звонить, ему можно отвечать ГОУ. Они могут вместе куда-то пойти. ШАМ ЛОУ. СЯ ЛОУ. Могут дальше. Они могут СМЕЯТЬ. То есть, не можно что угодно здесь делать. И, в общем-то, дети по очереди могут придумать вот это такие небольшие истории. И, можно сказать, после этого, после этого можно убрать карточки. Они тогда очень хорошо запоминают, потому что они помнят, что было в этой истории. То есть, если ты уже убрал какую-то одну из карточек, они, например, помнят, что чего не хватает. Они, например, скажут, что ВАН АЙН. Сразу уже запомнят, что чего не хватает. То есть, это тоже возможность использовать разные карточки, не только отдельные, но еще и такими тоже с небольшими сюжетами. Так. Вот это. Да, это здесь. Это вот, кстати, после того, чтобы проходить такие совместные мероприятия устраивали с другим детским садом. Поскольку объединили когда несколько детских садов и школы, то приходили тоже дети. И я им тут рассказывала в данном случае о чайной церемонии. И показывала. То есть, у нас там в кабинете есть такое небольшое. Есть и небольшой набор для чайной церемонии, а есть и большой. И вот как раз тоже, когда мы с детьми об этом проходить чайную церемонию, то тоже потом это было и на утреннике. Потому что здесь тоже я сочинила такую вот в стихах последовательность всех этапов чайной церемонии. В начале, например, что в коробочку мы чайный лист кладем. Костям нашим с ним познакомиться даем. Дети это все рассказывают. То есть, не просто я бы что-то показывала, они сидят и смотрят. Они это все сами тоже рассказывают. И дальше им очень нравится, что, например, чай пей из чай пей или из пинг минг пей. То есть, они вот этот рифм сами тоже рассказывают, что мы делаем. И так и все чайные церемонии. Тут, на самом деле, он не занимался китайским языком. Просто ему захотелось выйти, он сидел там, ждал своей очереди. Вот, он пришел и с нами встал. Так что, да, вот ему захотелось с нами вместе встать. Да, и вот поэтому это вот там сзади Дед Мороз. Поэтому, ну, конечно, такая небольшая такая сценка. Поэтому Новый год можно и вот такие тоже делать сценки с детьми. Тоже вот их так вот всех рассадить и так вот под музыку, конечно, атмосфера была. То есть, это создать такую вот чайную церемонию, показать, рассказать. На 8 марта тоже здесь есть разные игры, которые можно сделать с детьми. Игры могут быть самыми простыми. Например, вот эта игра, это дети по очереди под музыку передают мячик. Тот, у кого мячик в руках, я к нему подхожу и с корзинкой, в которой такие цветочки бумажные. И спрашиваю по-гитальски, да, какого цвета цветочек Шамо Яйнса. И ребенок должен ответить. То есть, он достает какой-то цветочек и вот они смотрят дальше они, какой-то цветочек и потом они называют цвет и относят его в вазочку. И это просто такой восторг, потому что я взывал. Ты должен увидеть, как им это нравится самим. То есть, во-первых, можно с ними сначала и так далее,